В предыдущем уроке, обсуждая обработку исключений, мы с вами говорили о том, что полезно сохранить куда-то исключение с полным стэктрейсом для последующего разбора. Это не единственный случай, когда нам может захотеться из программы сохранить какое-то диагностическое сообщение на будущее. Например, при отладке какого-то сложного алгоритма мы можем захотеть увидеть подробный протокол работы программы. Вплоть до того, что вызвался такой-то метод с такими-то параметрами или в такую-то переменную записано такое-то значение. Или вот еще пример. Программа сервер может выводить диагностическое сообщение каждый раз, когда ей приходит клиентский запрос. Так мы можем собирать статистику о том, какие клиенты сколько раз с каких адресов присылали нам запросы и сколько миллисекунд заняла обработка каждого запроса. Такие вещи можно, конечно, писать в STD-out или STD-R, но есть способ лучше. В стандартной библиотеке Java есть набор классов для организации логирования. И воспользовавшись ими мы автоматически получаем следующие бонусы. Во-первых, точечную настройку логирования, включение-отключение на уровне отдельных пакетов или классов. Во-вторых, настройка уровня детальности логирования. В-третьих, настройка места, куда логи будут писаться. И в-четвертых, настройка формата, в котором эти логи будут вестись. Причем это может удобно настраиваться в конфигурационном файле. То есть запустили программу с одними параметрами, получили полный отладочный протокол всего, что внутри программы происходило. Запустили программу с другими параметрами, получили режим промышленной эксплуатации, в котором программа залогировала вначале какую-то важную информацию, например, параметры, с которыми она запущена. А потом она не будет писать ничего лишнего, пока все идет нормально. Для того, чтобы получить такое гибкое логирование, в программе даже не нужен ни один if. Достаточно правильно воспользоваться теми средствами, которые предоставляет нам стандартная библиотека. Эти замечательные классы лежат в пакете JavaUtilLogging. Основной класс Logger. Именно через него наша программа будет писать логи. Логгер можно получить вызов в статический метод getLogger. Этот метод возвращает нам логгер с указанным именем. Обычная практика в каждом классе, где требуется логирование, завести финальное статическое поле, куда положить логгер с именем, соответствующим полному имени класса. В данном примере у нас получится логгер с именем orgs, tepic, java, logging, logdemo. Такая практика с именованием логгеров в честь классов программы не случайна. Во-первых, каждый класс получает свой индивидуальный логгер, и появляется возможность управлять настройками логгирования с точностью до класса. Для одного класса логгирование включено, для соседнего выключено. Во-вторых, благодаря длинным именам, разделенным точками, логгеры выстраиваются в иерархию, в соответствии с именами. В данном примере у нас есть логгер-класс logdemo с соответствующим именем, а также логгеры-родители с именами orgs, tepic, java, logging, orgs, tepic, java, orgs, tepic, org, и самый верхний корневой логгер с именем пустой строкой. Обработка логируемых сообщений идет от конкретного логгера, через который сообщение вброшено, наверх, к корню. И на каждом уровне может быть какая-то своя обработка. Например, на уровне orgs, tepic можно организовать вывод всех событий в какой-то специальный лог-файл. На корневом уровне можно только выводить в консоль самые критические ошибки.